Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и я должен был сделать это видео, чтобы защитить тебя от ужасной ошибки, которую ты прямо сейчас можешь совершить. И эта ужасная ошибка заключается в том, что ты слушаешь скептиков или же наоборот яростных эмоциональных памперов. Эти два типа людей будут стоить тебе потерянных денег каждый раз. Cardano выросла почти до 3 долларов одним выстрелом, обеспечив себе третье место на CoinMarketCap в списке крупнейших криптовалют мира после биткоина и эфириума с капитализацией почти 100 миллиардов долларов. Именно поэтому сейчас я хочу сказать четко, это видео существует только лишь потому, что некоторые люди с большой аудитории говорят тебе, есть только один способ заработать деньги на криптовалюте – купить и держать ее тысячу лет. Как только ты слышишь, что такое говорят лидеры мнений либо на крипто, либо на фондовом рынке, не слушай их, они не понимают, о чем они вещают. Особенно сейчас, когда появилось так много совершенно новеньких в криптосфере людей, создающих каналы месяц назад и уже говорящих, что нужно просто купить и держать. А вот если ты продашь, то будешь дураком. Что ж, давай начнем с этого графика рыночной капитализации абсолютно всех криптовалют и в принципе нам больше ничего и не нужно для того, чтобы объяснить тебе мою мысль, которая поможет тебе зарабатывать на этом рынке. Итак, предположим, что мы купили кардана приблизительно вот здесь, затем весь крипторынок вырос и кардана оказалась вот на этом пике. На графике это 2018 год, но давай представим, что это происходит прямо сейчас и вот этого всего, что было после, еще нет. Пока что ты видишь только такую картину. Теперь, если ты новичок, ты покупаешь кардана вот на этом пике, еще не зная, что это пик. Руководствуясь лишь эмоциями, мол, смотрите, как она выросла до этого, а я пропускаю все прибыли в сторонке. Затем происходит вот такое падение. Многие купили на этом пике и после этого падения они продают все и уходят с рынка. Это происходит постоянно. Так произошло, например, с новенькими инвесторами в биткоин, которые купили его за 60 тысяч, а затем отдали свои деньги рынку, продавая биткоин за 28 тысяч долларов. Вот что я пытаюсь объяснить. На текущих отметках цены кардана существует не только один способ зарабатывать деньги. Ты можешь частично фиксировать прибыли и тем самым формировать долларовый резерв. Так делаю я. Я трачу этот резерв на то, чтобы потом усреднять цену по кардана, то есть покупать ее на просадках на этом росте. Я буду делать так вплоть до 10-12 сентября. Именно в эти дни будут запущены смарт-контракты в сети кардана. Я продал 1 третью своих монет ада, когда сделал 3 икса. Об этом я рассказывал во вчерашнем видео. Я покупал за 70 центов, а продал за 2 доллара 40 центов приблизительно. Остальные 2 трети, купленные за 70 центов, я буду держать до конца. Но те монеты, которые я покупал за 2-3 доллара, я могу продавать на всплесках цены, чтобы формировать резерв, который я буду использовать особенно для массовых коррекций кардана. Не бывает бесконечного вертикального роста. Как, например, вот здесь мы росли-росли, а затем произошел резкий массивный крах. И этот крах перешел в длительный медвежий рынок. Он продолжался около 3 лет, если не больше. И именно этот медвежий рынок является для меня идеальным пристанищем для того, чтобы с помощью резерва, который я накопил на фиксировании прибыли на росте, аккумулировать как можно больше монет. Так на росте цены мы формируем резерв, который на падающем рынке потом используем для реинвестиций в эту криптовалюту. Так ты можешь заработать куда больше денег. Поэтому я не очень понимаю советы а-ля «никогда не продавай». Скорее всего, с такими советами ты точно потеряешь свои деньги. Большинство теряют, не выдержав очередного трехлетнего медвежьего цикла. Допустим, ты все же умудрился купить на этом пике, еще не зная, что этот пик и получил вот это падение в подарок, которое потом перешло в трехлетний медвежий изнурительно тяжелый рынок. Поверь мне, я понимаю, о чем я говорю, я прошел вот эту всю дистанцию самолично и сам испытал все эти эмоции. Итак, ты купил на этом пике и руководствуешься советом, который где-то услышал от какого-то лидера мнений, что нужно держать то, что ты купил. Купи и держи до самого конца. Только так ты заработаешь деньги на этом рынке. Затем ты переживаешь вот это падение на минус 90-95%. На таких медвежьих рынках альткоины вполне могут терять такие проценты. Я это видел в 2018 году. Поверь мне, не у всех хватает нервов держать такую убыточную позицию 3 года в ожидании, когда цена позволит хотя бы в ноль выйти. Особенно, если на этом пике ты вложил абсолютно все свои сбережения. Или же, что еще хуже, кредитные деньги. Или деньги с продажей недвижимости и автомобиля. Я даю тебе 100% гарантии, что до вот этого пика, который нивелирует все твои потери, ты не дотерпишь. Ты продашь намного раньше, чтобы вернуть хотя бы что-нибудь, а то вдруг оно упадет вообще до нуля. Обычно так говорят люди на таких падающих рынках. Итак, те кардана, которые я купил дешевле всех, я использовал для того, чтобы вернуть свое вложение. Например, ты выложил 1000 долларов, цена выросла и превратила их в 3000 долларов. Продай 1 третью монет и верни свою 1000 обратно. Остальные монеты, купленные по самой дешевой цене, держи сколько хочешь. Год, 5 лет, 10 лет. Риск этой инвестиции уже сведен к нулю. Те монетки, которые ты купил на растущем рынке, на коррекциях, видишь, их достаточно много. На растущем рынке есть достаточно массивные коррекции, которые дают возможность зайти в этот рынок. Так вот, те монетки, которые ты покупал на этих коррекциях, используй для фиксации прибыли на пути к пику растущего цикла. Так ты сформируешь резерв, который будешь использовать для криптозимы, которая обязательно наступит после достижения пика. Вот она. Во время этой криптозимы твой накопленный резерв позволит накапливать монетки на падающем рынке в ожидании нового взлета. Опять же, каждая крупная просадочка – это возможность купить монетки, накопить их как можно больше. Это позволит тебе не только заработать на рынке криптовалют, но и абсолютно убрать эмоциональный фактор, который не дает тебе возможности принимать рациональные решения. Ты будешь руководствоваться либо страхом, либо будешь идти на поводу своей жадности, если будешь испытывать эмоциональный фактор. Но в этой стратегии эмоционального фактора не будет. Ты уже вывел свои вложения, поэтому ты уже никогда не потеряешь деньги, на которые горбатился честным и тяжким трудом. Потому что этих твоих кровных уже давно нет в рынке. Есть только те, которые заработались на росте актива, когда ты фиксировал прибыли. Это обязательное условие – фиксировать прибыли. Если ты не фиксировал прибыли, ты ничего не заработал. Когда после затяжной криптозимы начнется новый растущий рынок, повторяй все то же самое. Те самые монеты, которые ты максимально много накопил во время падающего рынка, используй для того, чтобы фиксировать прибыли на росте. Так повторяй каждый цикл снова и снова. Что я делаю со своей кардана прямо сейчас? Я усредняю цену ее покупки каждый раз, когда есть возможность, когда мы наблюдаем коррекции на растущем рынке. Но все монетки кардана, что я покупал выше доллара, я использую для фиксации прибыли на растущем рынке. Те же монеты, которые я покупал за 70 центов, я буду держать до самого конца. Как только мы увидим огромное падение на 40-80%, я буду использовать эти прибыли, собранные в резерв, для того, чтобы накопить как можно больше монет на медвежьем рынке. Когда никто не хочет покупать, зато все хотят продать, я буду покупать. Когда все хотят купить, но никто не хочет продавать, я буду продавать. И еще кое-что напоследок. Это моя личная стратегия. И на самом деле нет универсальной стратегии для всех. Кто-то купил кардана за 1 доллар, а кто-то купит ее за 5. Для этих людей нужны свои собственные совсем разные стратегии. Я просто хочу, чтобы ты послушал меня, сделал какие-то выводы и подкорректировал свое поведение на рынке. Я не хочу, чтобы ты купил на пике и потом 3 года в лучшем случае ждал, когда выйдешь в ноль, а в худшем смиришься с потерями и разочарованный пойдешь искать виноватых. Но, скажем, ты все-таки купил на этом пике и затем увидел это падение. Что делать? Не паниковать. В таком случае ты должен быть не только терпеливым, но и рациональным. Ты все так же можешь усреднять цену на просадках в этом медвежьем рынке в ожидании следующего роста. И вот этот взрыв вознаградит тебя за все 3 года терпеливых ожиданий. Конечно же, я нацелен на долгосрок и я убежденный холдер. Но почему бы кроме этого также, первое, не уменьшить свои риски с помощью фиксации своих кровных. Вернуть свои деньги и перестать сидеть на каждом падении. И второе, почему бы на растущем рынке не собирать долларовый резерв на случай медвежьих рынков, чтобы потом накопить как можно больше монет подешевле. Все эти 3 слагаемых вместе превращаются в формулу, которая за 5 лет на криптовалютном рынке сделает тебя абсолютно и полностью финансово независимым. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, ставь лайк, если видео было для тебя полезным. А я надеюсь оно было для тебя полезным. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok